В час 23 в субботу 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС начался эксперимент. Через 43 секунды прогремел взрыв, который полностью разрушил реактор. В помещениях и на крыше начался пожар. Первыми ликвидаторами стали пожарные, которые боролись с атомной стихией в первый час после аварии. Всего 28 бойцов, которые приняли на себя жар пламени и смертоносное дыхание реактора. Сегодня число жертв превысило 20 тысяч человек. Те, кто погибли на месте, и те, кого неизгладимые последствия настигли после. Выжившие герои по сей день проходят ежегодную реабилитацию. Анатолий Бакланов обследуется в профильном центре Планово. Офицер запаса участвовал в ликвидации последствий катастрофы в 1990 году. Это было закрытие работ на Чернобыльской станции, когда и финансирование было уже урезано. То есть были определенные сложности. Я вот пришел сюда, поступил с определенными, как говорится, отклонениями в здоровье. А уже через 10 дней, я завтра выписываю, через 10 дней самочувствие улучшилось намного. Давление пришло в норму, сахар в крови стабилизировался. Анатолий Викторович готовится к выписке. Смеется, благодаря лечению может жить полной жизнью. Насколько это возможно? Заниматься скандинавской ходьбой, проводить время с семьей. Специалисты же отмечают, полностью избавиться от последствий облучения – задача невыполнимая. Их приоритет в том, чтобы не дать организму сломаться. В этом заслуга курса терапии. В ней сегодня нуждается 785 человек. Именно столько ликвидаторов последствий взрыва зарегистрировано в Ульяновской области. Предметом нашего наблюдения и медицинского особого внимания являются не только непосредственные участники этих событий, но и члены их семей – это вдовы, это дети первого и второго поколения. То есть на сегодняшний день это тоже уже взрослые люди. И у каждого из наших пациентов по 7-8 заболеваний. Поэтому мы в комплексе нашего лечения, конечно, медикаментозное лечение используем, но и широко применяем физиотерапевтические методы лечения. В годовщину страшных событий, Международный день памяти, жертв, радиационных аварий, катастроф, близкие и родные отдали дань уважения погибшим. Подвиг во имя жизни, гласит надпись, венчающая колонну шествия. Полсотни ульяновцев держат в руках портреты тех, кто не смог дожить до памятной даты. Многие потеряли родственников пару лет назад. Другим же пришлось проститься десятилетиям раньше. В обоих случаях боль утраты сжимает грудь горькими воспоминаниями. На портрете наш папа, Мытрев Евгений Федорович, он был призван сразу же после трагедии, которая случилась в апреле 1986 года. Он у нас был каменщиком. И по линии венкомата его призвали ликвидировать последствия. Я не могу в себя прийти, полтора года его нет с нами. Она очень чужая. А у нас вообще был очень отличный. Знак скорби и памяти, тысячи алых гвоздик украсили мрамор колокола Чернобыля. Цветы возложил губернатор Алексей Русских, областные парламентарии и депутатский корпус. Александра Никитина, Александр Кудряшов. Управда. ТВ.